Купали в Гомеле ладили на трех пляцовках. На каскаде Волотауских и Сельмашевских озер, а так само калявозеро Любинское. Организаторы подрихтовали интересную программу с народными обрадами и традициями, а так само с участными забавами. Гомельчане смыгались мяшками, кидали бульбу и на худкость ставили в печку чагунок вилками. Бобясковые песни, танцы, карагоды. И ведомо майстер-класс по плетению купальских вянков. За основу мы берем колоски, потом берем следующий пучок колосков. Прилаживаем, прокручиваем. И так берем, дальше делаем. В итоге получаются венки у нас разные, разная основа. Берем, еще не можем включать ягоду. Тут же можно было научиться робить ляльку-абиарех для молодых мать, у которых только народилось и дитя. Ляльки робятся без ножниц и иголок, нитки не повинны докоронаться до железа. Обычно такие куклы изготавливали из старой одежды матери, потому что она несла энергетику матери самой, чтобы защищать малыша. Куклы выполняются без лика. Вот у меня, видите, лица нету. Просто силуэт человеческий. Потому что если кукла будет с ликом, то она уже будет внести негативный характер. А это дровняная скань. Старожитная белорусская традиция, которая была страшна. Зараз гомельские майстры обновили эту технику. Берется стружечка и выкладываются такие работы различных вариантов. Специальные станки, которые нарезают стружечку, она определенных размеров. И выкладываются определенные рисунки. Из последних таких больших работ наш президент подарил папе римскому икону, выполненную именно в древесной скане. В центре пляцовки усталевали ляльку мару, вокруг которой водили карагоды русалки, лесуны, водяны и иншие мифологичные насильники белорусских полев и озер. А девчины уже рыхтовались от опошеку папоросквитки. Мы научились везти вот такие вот великолепные венки. Увидели бои подушками, прекрасная еда здесь готовится. Много людей, все красивые, радостные, счастливые. Сегодня, естественно, будем запускать венки, искать папороцквитку. После ритуальных танцев ляльку спалили, а купальские венки пустили по воде. Старожитная славянская традиция каже, что у тым Баку, куда яны поплывут, живе нароченные девчины. Явген Паблавец, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель».